привет друзья в прошлом видео я рассказал о том что на мой взгляд самым лучшим решением для инвестирования денег для пенсионеров которые но ничего не разбираются в финансах и не хотят разбираться является управляющая компания и конкретно я рассказала о том что я считаю что сейчас самое в общем нормальное это вкладывать в фонд облигаций по его инвестиционный фонд облигаций напоминаю что управляющая компания эта компания которая управляется ну есть какой-то управляющий соответственно понятно что за управление этой компании берутся какие-то деньги и там возникла дискуссия сейчас я попытаюсь ответить на вопросы которые там возникли и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий ну какие вопросы там были ну во первых ты ничего не говоришь о комиссиях говорят мне на самом деле это не так я сказал о комиссиях там все я сказал что есть если вы захотите забрать свои деньги раньше чем через три года чем вы ну после того как вы инвестируете с того момента как вы инвестировали то в течение первого года с вас возьмут при выводе полтора процента от тех средств которые вы выводите если вы спустя год с лишним то с вас возьмут там по моему один процент если через два года значит там уже там по пол процента а если через три года вообще ничего не берут во-первых но вторых значит вот вот то есть это все налоги все все комиссии которые есть никаких дополнительных комиссий вот я там представил график вот сейчас я вам его покажу вот он этот график вот я показывал на графике что вот пенсионер значит там она вложила вот где-то здесь и соответственно стоимость пая здесь фигурирует да ну вот на какое там там насколько я помню был 21 января ну вот 18 января 5520 рублей 89 копеек вот за смотрите была такая стоимость пая ну все вот она вот такая стоимость пая сюда входят все комиссии в стоимость этого по я вообще все и вот этот график он с учетом вообще всех комиссий ну никаких дополнительных комиссий здесь не берется вы покупаете пай и все и все и были возражения такие ну как это так я свои деньги кому-то доверю ты нет конечно ни в коем случае если я кому-то доверю свои деньги то это значит этот кто-то ну постарается заныкать эти деньги во первых а вторых но он берет за свои услуги конечно сказать какие-то бешеные деньги ну он точно берет за эти услуги какие-то деньги они там оговариваются говорят что до полтора процента годовых от суммы инвестиций берется с расчетом каждый день я об этом говорю но они входят уже в стоимость пая и этот график уже с учетом вообще всех этих комиссий но естественно если вы не заплатите если вы самостоятельно будете инвестировать то естественно вы можете сформировать точно такой же портфель точно такой же и он будет давать конечно же на полтора процента больше но при условии если вы его сделаете точно так же а сделаете ли вы его точно так же надо ли платить вообще говоря за управление своими инвестициями давайте рассудим так смотрите вот скажем у вас засорился унитаз и чё вы будете делать неужели вы вы будете вызывать сантехника вы что доверите сантехнику какому-то пробивать ваш унитаз да вы не представляете что он сделает с вашим унитазом он же все сделать через одно место нагадит всюду значит и полностью значит там насвинячит возьмет за это кучу денег и уйдет а что сделал да нихрена он не сделал конечно конечно же лучше сделать унитаз самому пробивать это же вы во первых не тратите никаких денег никому не платите этому сантехнику дурацкому понимаете вот вы сами берете этот трус и туда фигачите аккуратненько ни капельки не прольете потому что вы же значит как бы ну и никому не заплатите не так ли вы скажете не ну не да спускай сантехник делает это его дело я не царское это дело с унитазом возиться давайте продолжим эту же логику у вас сломался двигатель у автомобиля кому вы пойдете конечно лучше самому сделать дешевле но вы будете искать специалиста и вы скажете у специалиста есть специальные инструменты и вы скажете ну другое дело у специалиста есть какие-то ключи специальные инструменты сантехник приходится своими какими-то ключами но здесь да здесь то вот он брокерский счет бери покупай сам во первых значит брокерским счетом тоже надо уметь пользоваться во вторых а почему вы решили что у специалистов по управлению всякими управляющими у тех специалистов которые управляют финансами у них нет специальных инструментов они есть ну как минимум подписка на bloomberg которая стоит извините копеечку это во первых во вторых надо постоянно следить за вся информацией финансовой что там происходит вы готовы к этому если вы готовы пожалуйста но боюсь что как бы если при такой логике то у вас не останется просто не будет времени хватать вы же занимаетесь починкой унитаза значит там починкой двигателя и так далее понимаете вот при вашей логике и поэтому значит ну надо выбирать а еще давайте не забывать что у вас наверняка есть какая-то своя работа и вы не специалист по финансам и у вас есть там ну какие-то свои там кто-то строительной фирме работает кто-то в какой-то сказать ну там не знаю где логистика и так далее то есть у каждого есть своя работа и каждый должен заниматься своей работой водители занимаются тем что они водят автомобили сантехники заниматься тем что они занимаются сантехникой финансисты заниматься тем что они занимаются с финансами а вы занимаетесь тоже своим делом в этом вся логика и конечно когда вы хотите что-то чтобы у вас было хорошо то вы конечно же будете нанимать специалиста самого хорошего специалиста вы постараетесь на мять и вы прекрасно понимаете что специалист что этому специалисту надо платить и платить хорошо вся логика вот и вся логика теперь давайте вернемся про реферальные ссылки там кто тоже был комментарий такой умру не но ни за что не заплатить как не нажму на реферальную ссылку почему потому что как только вы нажимаете на реферальную ссылочку на мою реферальную ссылочку то вы прекрасно знаете что если вы значит дальше открываете вот эту вот и инвестиционную скотин компанию эту инвестицию делаете то после того как вы эту инвестицию сделали демитков юрий получит какие-то денежки я вам даже могу сказать какие 600 рублей примерно вот если вы инвестируете туда больше 50 тысяч рублей если меньше то там по моему вообще ничего нет вот что я вам скажу да я получу эти деньги и давайте рассуждать логически откуда возьмутся эти деньги то есть вы инвестировали скажем 50 тысяч рублей и как вы думаете откуда возьмутся вот это вознаграждение для демиткова юрия в 600 600 рублей откуда логично предположить что это из ваших денег правильно из ваших инвестиций поэтому не надо этого делать естественно поэтому надо не по реферальной ссылочки а самостоятельно вы берете открываете вот эту управляющую компанию зачем вам реферальная ссылка вы чё сами не можете на нее нажать вы значит сами открываете вот этот вклад сами делаете инвестиции и как вы думаете сколько будет стоить один пай для вас если вы нажали на реферальную ссылочку мою и если вы самостоятельно открыли вот это вот вклад в управляющей компании если вы самостоятельно это сделали ни какой разницы вот предположим что вот стоимость пая она зафиксирована 6000 рублей если вы сделали эту инвестицию по моей реферальной ссылочки то значит соответственно вы заплатите за эту инвестицию 6000 рублей за один пай если вы без моей реферальной ссылочки то сколько вы заплатите ну ровно 6000 рублей за один пай потому что вот она стоимость этого пая установлена кто получит эти самые 600 рублей вы скажете нет ну тогда по крайней мере управляющей компании эти денежки останутся ничуть не бывало управляющая компания то есть если вы идете там открывать эту сделку через банк открытие как я уже сказал что если вы не в москве по крайней мере это уж точно значит вы вряд ли найдете специалисты которые вам грамотно объяснить что-то про инвестиции он будет впаривать вам то что ему выгодно то за что ему заплатят больше оба больше платят за кредит он скажет возьми лучше кредиты и вложили значит вот и инвестирую два раза больше тогда он получит и за кредит и за инвестиции вообще шикарно он весь шоколаде вот то есть тот человек который поможет вам открыть в банке он работает в банке свое рабочее время но он получит за это премию в размере вот эти самые 600 рублей я вас уверяю так и есть но этот специалист вам не поможет и потом вы будете так значит к этому бесполезно обращаться который получил за вас 600 рублей а 9 юрий он ответит отчет сказать как бы это самое вот чё ему стоит вообще говоря вот ну как бы я отвечаю я ребята я помогаю вам но как бы элементарно есть какое-то чувство благодарности может быть нет вот ну хорошо вы не считаете меня специалистом но если вы открыли через другого пожалуйста он вам не поможет но деньги возьмет а если вы через онлайн открыли там как бы брокерский счет и все прочее он вам будет назначен просто компания вам назначит вашего ну менеджера какого то есть вы будете закреплены за каким-то менеджером и эти денежки получит менеджер то есть эти денежки 600 рублей в любом случае кто-то получит единственная разница что вы будете счастливы от того что эти денежки получил не я то есть вы скажем так счастлива от того что я эти денежки не получил конкретно я пусть эти денежки достанутся кому-то другому они точно достанутся кому-то другому но не мне но если вас переполняет счастье от этого то пожалуйста никогда не нажимайте на реферальные ссылки теперь далее значит а надо ли вообще доверять кому-то ну я уже сказал что в общем конечно же лучше инвестировать наверное самому если вы испытываете этого кайф но как правило как правило вот так получается что вот люди которым я советую слушай вот она говорит там например ну не хочу этим заниматься вот скажи мне чтобы куда-нибудь я положила и все и значит и забыла и пусть они там мне как бы кто-то ими управляет вот а я который посоветовал говорю ну вот пожалуйста тебе управляющая компания я не хочу этим заниматься у меня нет на это лицензии вот а я занимаюсь своими инвестициями так что вы думаете я сравниваю результата свои там с результатами там скажем дочери или там бабушки какой-то вот у меня результаты хуже у меня результаты хуже так может быть лучше все-таки довериться управляющему я больше рискую честно скажу это ну такой рискованный человек управляющий старается не рисковать для них самое главное не потерять деньги то есть для меня цель например да или для вас цель получения максимальной прибыли для нас с вами но при этом соответственно мы больше рискуем и как правило риски реализуются прибыль то не очень вот а управляющий как раз значит ставит перед собой целью это ну во первых не чтобы клиент не потерял деньги потому что вот клиент на потери реагирует очень остро если он не потерял деньги получил скажем прибыль маленькую то он не так остро реагирует он не будет там биться головой об стенку что вот если бы он вложил куда-то то он получил бы 10 процентов здесь 8 процентов нет он нормально это воспринимает а вот если он надеялся получить 8 процентов или 10 процентов или там 30 процентов а получил минус какой-то то в общем на минус сразу реагирует как на красную тряпку это сразу очевидно поэтому управляющие больше всего боятся уйти в убыток во-первых а вторых и значит для них целевой показатель я спрашивал они говорят ну в полтора в лучшем случае два раза обогнать инфляцию в процентах то есть если инфляция 4 процента они добились 8 процентов роста инвестиций для своих клиентов то в общем они считают свою цель выполненной вот так и значит туда входит естественно все комиссии и так далее я надеюсь что я ответил на все эти вопросы я уже отвечал на эти вопросы они мне оскомину набили и я хотел рассказать на самом деле про свой портфель там но у меня спрашивали что там с моим портфелем что с моими там структурными продуктами какими-то что с иностранными акциями что с дивидендами у меня спрашивали и что золотом но вот к сожалению мне приходится отвечать на эти такие вот вопросы которые есть если вы считаете что я неправ напишите если вы считаете что я прав тоже напишите ну а если вы хотите инвестировать все таки то я вас очень прошу значит сделать это через реферальную ссылочку которые вы увидите вот там или там я вот как бы не могу я через зеркало себя вижу сейчас вот а также вот если вы перейдете штрих-код вы прямо сейчас увидите там уж точно вы перейдете по этой реферальной ссылочки и откроете вклад в управляющей компании ну а прямо сейчас вы увидите то искать ссылку на то видео который о котором я рассказываю посмотрите если вы еще не смотрели и да подпишитесь на мой канал потому что я буду рассказывать и о золоте и о прочем поэтому до встречи